Так, ну давайте двигать науку. Значит, что нам осталось? Нам осталось самое ужасное. Значит, мы начали балансирующий отбор, как я понимаю, и, если я правильно помню, как говорил мой учитель Эльберт Макарович Молчанов, в честь которого назван наш компьютер Макаровичем. Он вообще был кладезь премудрости, абсолютно блистательный интеллект. Среди прочего, под конец жизни он любил повторять, что старческая мысль пуглива. Вот, значит, старческая память пуглива. Я вчера долго разглагольствовал про балансирующий отбор, но никакой реальной науки мы не делали, да? В смысле, ничего реально не считали? Или считали чего-то? Не считали? Замечательно. Да. Значит, мы до чего договорились по части балансирующего отбора? Мы договорились до того, что балансирующий отбор, это когда он любит аллель просто за то, что аллель – это редкий, и что могут быть разные механизмы балансирующего отбора. Такой, так сказать, тупой и очевидный механизм – это наличие разных экологических ресурсов, и тогда, значит, аллель, который редкий, ему достается больше ресурсов, если разные аллели тебя адаптируют к разным ресурсам. Это не хитро, а более хитро – это преимущество гетерозыгод. И, значит, преимущество гетерозыгод – редкий аллель получает преимущество в половой популяции из-за харди-вайнберга, потому что редкий аллель представлен почти исключительно гетерозыгодами, и, соответственно, ему лучше. Ну, еще давайте я то же самое скажу чуть-чуть иначе. Из-за, так сказать, харди-вайнберга, из-за мендолельской комбинации харди-вайнберга получается такая забавная картина, что мой адаптивный ландшафт диплоидный, постоянный, а мой адаптивный ландшафт гаплоидный оказывается переменным. Значит, соответственно, те гаплоиды, которые… Оказывается, те гаплоиды, которые… Значит, те аллели, которые реже получают преимущество. Ну, и так все понятно, можно затем не рассуждать, да? Замечательно. Так. Ну, и давайте я тупо… Давайте я тупо напишу, соответственно, еще модель, и я не хочу… Хорошо, давайте я напишу, и потом желающие смогут всю эту историю восстановить. Значит, модель у нас уже была. Давайте я напишу торжественно. Окей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте я назову вот такие вот частные... Это у меня будет WA, а это у меня будет WA. И тогда я могу написать вот так вот. Вот. Значит, модель, динамическая модель с одной переменной и двумя параметрами. Все полностью счастливы по поводу этой модели? Или есть какие? Все полностью счастливы. Давайте, если кто-то несчастлив, значит, кричите. Так. Хорошо. Ну и давайте мы, значит, тупо проведем ее полное качественное исследование. Я его намечу, и потом желающие могут, значит, все аккуратно посчитать. Значит, что такое полное качественное исследование? Кто мне скажет, что такое полное качественное исследование динамической модели? Коллеги, просыпайтесь. Нефиг спать. Это, так сказать, правда, но это только часть правды. Это было бы так, если бы у меня не было параметров. У меня есть параметры. В данном случае у меня есть понятие фазового пространства, так сказать, и над которыми, значит, парят адаптивные ландшафты. И это понятие все хорошо понимают. Третье еще понятие пространство параметров. И полное качественное исследование – это, так сказать, концепция, связанная с пространством параметров. Мы должны взять пространство параметров, разбить его на участки с качественно-разной динамикой. И еще на границах этих участков описать, как разные динамики, качественно разные динамики превращаются одна в другую. Превращение, качественное изменение динамики называется как бифуркация называется. Вот. Значит, вот у меня здесь пространство параметров – это плоскость, правильно? Коллеги, ваши ученые стреляка, вы все это знаете. И меня уже забодало, что я как глаз вопиющего в пустыне всех спрашиваю. Кто-то там что-то под нос говорит, а я еще не слышу, я еще глухо к тому же. А кто-то вообще ничего не говорит. Так что давайте отвечайте быстро, отчетливо и как это самое осмысленно. Так, значит, вот у меня – это мое пространство параметров, я должен его разбить на области, соответствующие качественно разной динамики этого, значит, тупого динамического, этой модели. Это у меня закон преобразования. Значит, это мое динамическое, достаточное скалярное описание. Замечательно. Ну, а теперь нарисуем уже фазовое пространство. Фазовое, значит, пространство параметров у меня двумельное, а пространство состояния у меня одномельное. Значит, я сейчас начну обозначать эту частоту буквы Х, но я уже остальные люблю такие обозначения. Так, пускай ученые теперь мне скажут, какие здесь равновесия. Давайте не будем выделываться. Значит, если вы, ну, вы понимаете, что в непрорывном времени в одномерной модели никаких аттракторов, кроме равновесия, быть просто не может, потому что траекторию через друга проходить не могут. Но еще можно на бесконечности ходить. А в дискретном времени вообще можно, вообще говоря, может быть, скажем, цикл длины 2, ты скажешь, туда-сюда, туда-сюда. Вы не изучали? У вас была математическая экология в какой-нибудь форме? Возьмите уравнение. Уравнение у, следующее, равняется r, y, текущее на единице минус a, где r – это параметр. Значит, это уравнение self-limited, значит, ограниченного, значит, с конкуренцией роста численности популяции, y – это численность популяции, значит, ну, вот в предположении линейного лимитирования численности. А r – это, значит, ее, как это, ну, вот, мальтезианский параметр при малой численности. И изучите динамику y при разных рах. Ну, если r меньше единицы, то все будет вымирать, а когда r растет от единицы до четырех, вы увидите много интересного. В частности, вы увидите здесь фейгенбаумовский каскад утворения циклов, и возрекновения хаоса, когда r станет больше, там, 3,7 примерно. Если вы умеете программировать на компьютере, запрограммируйте такую штуку, сделайте красивый графический вывод, и вы не пожалеете об этом. Если вам понравится, то платите мне 10 рублей. Если вам не понравится, то не платите мне 10 рублей. Это реально хорошая вещь. Это я рассказываю к тому, что, в принципе, в одновременной модели в дискретном времени могут происходить всякие чудеса. Но в этой модели никаких чудес происходить не будет, их там реально нет. Но это требует больших скачков. Так что если мои коэффициенты отбора маленькие, то есть в данном случае... В общем, ничего такого здесь не бывает, и поэтому мы будем изучать только ревновесие. Так теперь скажите мне, в этой модели, которая учитывает менделевское исщепление и отбор, в этой модели какие ревновесия нам, так сказать, гарантированы? По, как говорят теоретике, по физике дела, по биологии дела. Какие частоты аллели не изменятся? Вот если они такие есть, то они такие и останутся. Какие? 0,5 почему? 1,0, поскольку нет мутаций. Поэтому мы сейчас будем ярусно искать ревновесие этой модели, но всегда, когда ты начинаешь гонять по доске икса, то перед этим полезно подумать немножко головой и, значит, понимать, чего ты ожидаешь. Вот, значит, давайте, значит, теперь мы найдем положение ревновесия из этой модели. Это мне придется написать на доске, потому что таить ревновесие я всегда забываю. Я сейчас буду делать жуткое количество ошибок. Так, значит, как мы находим ревновесие из этого динамического уравнения? Мы превращаем это динамическое уравнение во что? Мы можем перейти к непрорывному времени, но здесь я хочу остаться в дискретном времени. Давайте останемся в дискретном времени и в условиях равновесия. Это у меня объект динамического уравнения в дискретном времени. Оно мне дает значение моей переменной в следующий момент времени как функцию значения сейчас. А в какой объект я должен превратить это динамическое уравнение, чтобы получить положение ревновесия? Может быть, а из-за неизвеста ли это попали? Нет, еще проще. Что значит ревновесие? Ревновесие значит, что в следующий момент частота такая же, как сейчас. Поэтому я просто стираю этот индекс. Я требую, чтобы то, что здесь, равнялось тому, что здесь. То есть, я из динамического уравнения получаю простое советское алгебраическое уравнение. И это алгебраическое уравнение у меня какое? Значит, я его напишу. Ревновесие получается из превращения динамического уравнения в алгебраическое. Вот я его сейчас тупо и напишу. Я перехожу к обозначению х. Следите, пожалуйста, за тем, что я делаю. Да, я сейчас таких напишу в уравнении, чтобы потом не расхлебаешь. Вон. Значит, я это уравнение переписал, сделал из него тупое алгебраическое уравнение. Это алгебраическое уравнение какое? Какое? Кубическое. Это страшно. Но мы не будем использовать формулу Кардана по той причине, что это хорошее кубическое уравнение. У него есть один корень, который ученые должны видеть сразу. Ученые видят корень? Это второй корень. Первый корень, который видят ученые, это 0. Правильно? Значит, мы пишем х1 равно 0, и после этого, а никак не до этого, сокращаем на х. Так, давайте я сейчас все члены перенесу сюда. И получится. Делайте, пожалуйста, независимо, а то сейчас опять начнется всякая параша. Сейчас, погодите, не единица минус х квадрат, а единица минус х в квадрате. Вот так вот. Сколько я уже пропустил. Так, значит, минус х минус единица минус х. Вот. И теперь это уже не так страшно, потому что это уравнение стало квадратное. Это приятнее. Но формула для кубических называется формула Кардана, а формула для квадратных уравнений – это формула кого? Химеда. Но, в общем, мы эту формулу тоже использовать не будем, потому что, как вы совершенно справедливо заметили, у него есть еще один хороший корень. Х2 равняется второй корень, где у него? Один. Ксения, вы же кричали один, а почему вы снова не кричите? Так, хорошо. Теперь более сложная задача – вынести отсюда единицу минус х, ничего по дороге не потерявшая. Значит, здесь у меня, значит, как вы, вот эти два члена должны записать как W, A, X на единицу минус х, и вся эта фигурь именно с минусом. Это правда? По-моему, это правда. Вот эти вот два члена. Я вот таким вот образом записываю. Ну, мы сейчас увидим, правда ли это по результатам. По плодам их узнаете их. Так, значит, теперь мы на этот единице минус х сокращаем и получаем минус х плюс 2х плюс маленькая единица минус х и здесь минус 1. Так, это вся фигура вина равна нулю, и теперь мы получили линейное уравнение, которое мы уже тупо решим. Сейчас, какое-то оно приятное. Еще раз. Может быть, и все правильно. Все правильно вроде, да? Так, хорошо. Ну, тогда, значит, у нас что получается? х у нас равняется, в правую часть уходит единица, а кажется, правильно, да? Единица минус вот эта вот фигурина, а делим мы на... Да, все правильно. Батайка. Эту, именно... Да, ура! Во! Это мое... Это мой третий корень. Таким яростным способом мы расправились с нашим кубичным уравнением, которое дает мне положение равновесия этой динамической системы. Теперь, давайте я оставлю... Да, ну, значит, третий корень может иметь биологический смысл, может не иметь, поскольку это у меня частота, то третий корень имеет смысл, если он заключен между нулем и единицей. И ученые благополят в качестве самостоятельного упражнения понять, что третий корень заключен между нулем и единицей, либо, если у меня оба моих параметра больше единицы, либо, если они у меня оба меньше единицы. Всем понятно, почему мы рассматриваем только положительный квадрат? Коллеги, какие грустные сегодня. Всем понятно, да? Потому что это отношение приспособности, которые положительные. Значит, жизнь устроена так. Значит, вот я делаю полное качественное исследование. То есть, я разбиваю мое пространство параметров на области с качественно разным поведением. И в каждой области это качественно разное поведение рисую. Я, конечно, немножко жульничаю, потому что я знаю ответ, но, так сказать, так оно будет быстрее. Но, значит, впрочем, я почти не жульничаю. Значит, вот это вот хреновина третье положение равновесия живет между нулем и единицей, либо, если оба обе моих относительных приспособленности гомозигот больше единицы, либо, если обе меньше. То есть, здесь у меня вот такие вот картинки, а здесь у меня такие картинки. Я третье равновесие, пускай это у меня х, давайте я только третье буду поспитывать. это х3 здесь напишу. Это всегда х1 в нуле, это всегда х2, ну, это все 0,1. А х3 у меня живет там, где мне интересно, либо когда вот так вот, либо когда вот так вот. Значит, с точки зрения адаптивного ландшафта это что означает? Это мои генотипы генотипы, и это моя приспособленность, третье равновесие живет посредине, либо если у меня вот так вот, либо если у меня вот так вот. А если у меня монотонно меняется приспособленность, То есть, лучше всего вот это, это хуже, это хуже. Или наоборот, лучше всего вот это, это хуже, это хуже. То есть, в таких вот случаях у меня третьего положения равновесия нету посредине. И это понятный дежурок, правильно? Если чем больше аллели А, большое, скажем, или чем больше аллели А маленькое я держу в геноме, я имею в геноме, то у меня полиморфного положения равновесия не будет. А у меня фиксация того аллеля, которого чем больше, тем лучше, у меня и будет в устойчивом равновесии. Так, значит, это большой успех советской науки, но теперь нам осталось сделать что? Нам осталось исследовать устойчивость этих равновесий. И давайте мы это сделаем. Значит, устойчивость мы с вами уже сто раз исследовали. Давайте обозначим правую часть этого уравнения, буквы V от слова velocity, от х и от параметров. И положение равновесия устойчиво, если dV по dx, оцененное положение равновесия, если оно по абсолютной величине меньше единицы. Так что нам никуда не деться, а тупо дифференцировать вот эту вот штуку по х, то есть по частоте. И это очень страшно. Но вы умеете дифференцировать частное? Это очень полезное умение, которое у вас в жизни никогда не подведет. А такое большое частное вы умеете дифференцировать? Намечательно. Вот мы его сейчас продифференцируем. И это будет страшно. Значит, давайте мы его продифференцируем к чертям. Значит, вот это, но мы не будем его дифференцировать совсем, мы жульничаем. Значит, это будет производная числителя на знаменатель, минус производная знаменателя на числитель и поделить на числитель в квадрате. Опять-таки, Альберт Макарович рассказывал про какого-то математика, который преподавал националиста русского, который не признавал никаких иностранных букв и писал не дхпдт, а дыпдща у него было. Вот. Я просто говорю, почему бы нет. Значит, соответственно, вот такая вот формула. И сейчас у нас будет очень большое счастье. Мы... Давайте все-таки числитель запишем, но сейчас все будет очень просто. Значит, это у меня средняя приспособленность в квадрате, производная числителя. Нам никуда не деться от производной числителя. И это будет 2V большого... Что я понимаю? x плюс... Сейчас, погодите, что здесь стеркнет? Это же плюс нужно будет. Плюс... 1 минус 2x. Правильно? Производная числителя на знаменатель. Сейчас, погодите. Так, здесь... Производная числителя... Знаменатель, это у меня средняя приспособленность. Минус производная знаменателя на числитель. Давай... Сейчас, одну секунду. Значит, W штрих на числитель. Да? Ну, потому что это хайновина, есть средняя приспособленность. Кредит, гамче. Заминатель нужно 4, а это заминатель квадрата. Чего? Заминатель квадрата. А, заминатель квадрата, да, конечно, конечно, да. Здесь неправильно, но здесь-то все правильно. Так, замечательно. Значит, и сейчас все будет хорошо, мы не будем... Ее можно всю тупо расписать, но давайте мы ее посчитаем в первом положении равновесия, все станет сразу очень весело. В иксе равном нулю. В иксе равном нулю у меня числитель равен нулю, поэтому этот числен просто равен нулю. Значит, здесь у меня остается в иксе равном нулю, у меня... Да, значит, это сокращается. Это, значит, мы теперь оцениваем этот dv по dx в точке x равном нулю, то есть в первом положении равновесия. Значит, здесь у меня... Здесь у меня это ноль, это у меня один. Это сокращается. Один поделить на среднюю приспособленность. Или средняя приспособленность по иксе равном нулю. У меня сохраняется только тупо вот этот вот член. То есть это будет просто... Во. Значит, ну и по аналогии с ображением симметрии... Она будет единицы поделить на w с индексом a. Опять-таки, как учил Макарович, если твои вычисления имеют смысл, то они обычно бывают простыми. Таким образом, Аллах тебе указывает, что ты на верном пути. Вот. Так что нам не нужно все считать в общем виде. Мы легко посчитали устойчивости равновесий мономорфных, которые, значит, в нуле в единице сидят. Ну, а равновесие между ними полиморфное... Если у меня два устойчивых равновесия, то между ними будет неустойчиво. Если два неустойчивых, то между ними будет устойчиво. Так что, в общем, его считать не надо. Значит, что это такое? Значит, давайте смотреть. Значит, x равное нулю, то есть это значит... Давайте я напишу словами. Фиксация... Фиксация аллеля А малая, правильно? x равное нулю, это значит, что зафиксированная аллель А малая. А устойчиво, если... Если это хайновина, меньше единицы. То есть, если эта штука больше единицы. Здесь тоже самое. Фиксация А большая, устойчивая, если больше единицы. Так, все счастливы этим выводом? Он соответствует биологической интуиции? Соответствует. Смотрите. Опять-таки, редкий... Фиксация... Сейчас. Погодите, это правда? Я не уверен, что я счастлив. Значит, фиксация... Я никого не обманываю. Еще раз. Значит... Икс... Нет, это не правда. Тут должно быть, по-моему, А большое. Тут должно быть А маленькое. Что-то у меня не так. Если у меня частота А большого равна нулю, то у меня производная в знаменателе единица, а мыслепоизводная числитель остается только единица, а в знаменателе только остается W с индексом А маленькое. Вроде бы все так. Тогда я не понимаю. Смотрите, я чего не понимаю. Значит, что такое фиксация А маленького? Это означает, что у меня А маленького много, а совсем не много, а большого. Вот у меня появилась чуть-чуть аллеля А большого. И дальше вопрос. Эта редкая аллеля большая сдохнет или будет распространяться? Это зависит от того... А, нет, все правильно. Все правильно. Все правильно. Сейчас. От чего зависит... Значит, вот у меня фиксация... Давайте напишем. Фиксация А маленького. У меня много-много гомо-зигот А маленькая-маленькая, и появилась одна гетеро-зигота А большая-маленькая. Устойчивость фиксации А маленькая-маленькая зависит от того, эта редкая гетеро-зигота начнет размножаться или сдохнет. А это зависит от того, приспособленность гомо-зиготы А большая-а-большая больше приспособленности гетеро-зиготы А большая-маленькая или меньше. Что здесь и написано. Фиксация устойчива, то есть эта гетеро-зигота сдохнет, если вот это вот отношение больше единицы. Все правильно. Я полностью счастлива. Все счастливы? Замечательно. Так, значит тогда, сейчас я... Давайте... Блин, места нет. Давайте я наш окончательный результат перепишу более торжественно, большими буквами. Значит, это у меня W A большого, это у меня W A маленькая. Это у меня разбиение на 4 моего... на 4 области с качественно разным поведением моего пространства параметров. И равновесие устойчивое, у меня будут черные шарики, а равновесие неустойчивое, у меня будут белые шарики. Сейчас все мои шарики белые, а в которые устойчивые мы их зачерним. Во! Какой я отличный художник. Так. Обалдеть. Так, значит это 0, это 1. Это равновесие полиморфное, которое живет в интересующей нас области, либо вот тут вот, либо вот тут вот. Значит, если A маленькая больше 1, то есть если мы вот здесь вот, то фиксация, то потеря A большого и фиксация A маленького устойчива. Значит, если еще раз, следите за руками, если A маленькая больше 1, то есть гомозигота A малое приспособление гетерозиготы A большое, A малое, то тогда потеря A большого и фиксация A маленького устойчива. Вот так вот. Соответственно, если A большая больше 1, то потеря A маленького и фиксация A большого устойчива. Все. Значит, теперь, если это два равновесия устойчивых, то между ними будет жить неустойчивая. А если два неустойчивых, то между ними будет жить устойчивая. Вот такая вот картина. Значит, теперь давайте нарисуем, что это такое с терминных адаптивных ландшафтов. Значит, здесь у меня обе гомозиготы лучше гетерозиготы. Правильно? Обе гомозиготы. То есть, это называется, по-английски говорят over dominance и under dominance. По-русски over dominance – это сверхдоминирование, а это, ну, поддоминирование. Значит, здесь, наоборот, обе гомозиготы хуже. А здесь у меня отбор движущий. Здесь у меня чем больше о больших, тем лучше. Но оно не обязательно так. Давайте я его нарисую вот как-нибудь вот так вот. А здесь как-нибудь вот, значит, да, здесь наоборот. Так, поздравляю вас, коллеги, мы провели полное качественное исследование. Ну, не совсем полное, надо еще понять, какие здесь бифуркации происходят. Вот, если, например, мы пойдем отсюда сюда. Кто-нибудь может описать, как это, что происходит с этой фазовой картинкой, когда мы в пространстве параметров медленно едем сюда? Это равновесие будет ехать сюда-сюда-сюда, и здесь оно долбанется в единицу, оставит единицу свою неустойчивую и все само свалит вот туда. Значит, это всякие… Ну, бог с ним, но, в принципе, это тоже понятно и очень просто. При переходе через эти границы вот это вот полиморфное равновесие уходит. А если мы отсюда-сюда идем, то, наоборот, из вот оттуда приходит полиморфное равновесие, и потом вламывается в эту, значит, область между нулем и единицей. У меня тоже бифоркация, а статическая картинка такая. Вот у меня четыре динамических режима возникают. Если ты… Если… Чем больше у тебя… А… А больших, тем лучше, то потеря А большого неустойчивая равновесие, это все равно равновесие, потому что у меня нет мутации, но она неустойчивая. Фиксация А большого устойчива. То же самое для ситуации, когда чем больше А малых, тем лучше. Это если любая гомозигота лучше гетерезиготы, а если… А это если любая гомозигота хуже гетерезиготы. Все, мы провели полное качественное исследование этой системы. Вот. Тут можно много всего хорошего сказать. Хорошая гудная система. Так. Ну, и вот балансирующий отбор – это случай, который, значит, слева внизу живет, когда, опять-таки, обе гомозиготы имеют меньшую приспособность, чем гетерезиготы. И, значит, в этом случае имеет место устойчивое равновесие. Мы вот это прямо вот так вот строго доказали. То есть, вопрос эмпирический. Давайте теперь поговорим про биологию немножко. Вопрос эмпирический – это строгое равновесие, это, это ситуация, так сказать, жизненная, так часто бывает. Эта ситуация проявит наклеточная анемия – это одна из таких ситуаций. Так. Сегодня мы привязаны к расписанию, да? Тогда сейчас пора делать перерыв. Я прошу всех в перерыве тяжко подумать об этих потрясающих результатах и подумать, какого рода соображения могут привлечь свет на то, насколько все это вообще имеет отношение к реальности. Хорошо, во-первых, я тогда вот делал сотру, мне понадобится доска, а этот, так сказать, вывод пока оставлю. Хорошо? Поддыхаем. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Продолжение следует... 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 а первое, второе, аитое, ажитое, не отличаем от ажитого, аитого, то есть, неважно, какой аллель ты получил от мамки, какой от папки, то у меня, значит, n на n матрица приспособленностей, значит, верхняя диагональная, то есть, у меня n на n плюс единица пополам приспособленностей, и все их мы можем умножить на одно число, поэтому без единицы. Значит, у меня n умножить на n плюс 1, если я не говорю, минус 1, да, а то, что я диагональ включаю, все равно минус 1, да, сейчас, диагональ я включу, нет, на n плюс 1, n на n плюс 1 пополам минус 1 разных приспособленностей, и это, значит, у меня такая размерность, ну, грубо говоря, порядка n квадрата, это моя размерность пространства параметров, и эти самые, значит, эта статья известна как LGT, значит, волна КПП, а статья LGT, значит, и, значит, в этой статье LGT был задан следующий вопрос, а какая доля объема вот этого n квадрат-мерного, условно говоря, пространства параметров, какая доля объема соответствует сосуществованию всех моих аналелий? то есть, если я, так сказать, с неба бросаю точку в мое пространство параметров, то, как часто, окажется, что в результате сосуществует n аналелий? и эпохальный вывод LGT заключается в том, что вероятность этого примерно единицы на 2 в степени n, где n – это число аналелий, то есть, чем больше аллелей ты хочешь совместно поддерживать с популяцией вот таким механизмом сверхдоминирования, тем более тщательно тебе нужно подгонять все эти параметры. И возникает вопрос, с какого, собственно, перепуга Господь Бог или кто там отвечает за динамику в популяциях должен выбирать коэффициенты отбора так, чтобы соответствовать, чтобы, значит, все эти аллели сосуществовали? Ну, теоретики люди изобретательные и придумали 100-500 разных механизмов, как это может получаться, но, в общем, эта работа сильно подорвала авторитет вот этой вот сверхдоминантной жизни. Я вам рассказываю и сам себя одновременно люблю и ненавижу. Люблю, потому что я такой умный, 35 лет все это чушь помню, а ненавижу, потому что я вам засоряю мозги всякой чушь. Но я не вижу другого способа объяснить вам, что это чушь, кроме как сначала рассказать. Если бы вы были совсем маленькие, там ходили в первую группу детского садика, я вам там страшные сказки бы на ночь не рассказывал. А поскольку вы уже ходите в вторую группу детского садика, я вам рассказываю на ночь страшные сказки, но потом скажу, что все хорошо там, и, в общем, вы не запоминаете это слишком подробно, хорошо? Но я не знаю, это ужасно интересная наука, и черт его знает. Потом выяснится, что вся эта наука имеет отношение к реальности. Хотя часто думаю, что она отношения к реальности не имеет. Значит, первый гвоздь был теоретический, а второй гвоздь, я тоже, тоже примерно то же самое, 1977 год, первый раз пришло людям в голову изучить генетическую изменчивостью гаплоидов. Статья Силандра и Левина, но не того Левина, а другого Левина, про генетическую изменчивость в популяциях эшерихия коля. Он ходил, собирал какашки, все какие только можно, значит, из какашек высевал чистую культуру эшерихия коля, значит, и из этих культур, значит, гонял электрофорезом, еще какой ДНК не было, из-за фрагмента. И обнаружилось, сюрприз, сюрприз, что у эшерихия коля генетическая изменчивость ничуть не меньше, чем у дургофила, даже больше. А эшерихия коля гаплоидная, бесполная, у нее ничего такого быть не может. Никакого сверхдоминирования эшерихия коля быть не может, потому что она просто тупо гаплоидная. И тоже был страшный шок. Весь народ лез на стенку, кричали, что это аморально, безнравственно, а потом мхи стали изучать, которые тоже, Шиликов еще, тогда не было ни Маша, ни Ешиликов, но у Шиликов есть диплоидная фаза, там есть какая-то зацепка, можно сказать, что они на диплоидной фазе. А у МХАТа, ну, тоже короткая диплоидная фаза, а у шейхи коля вообще никакой диплоидной фазы. Вот. И, в общем, сейчас народ не верит во все это дело, но, опять-таки, это вопрос эмпирический. Если бы преимущество гетерезигот было 40-го распространено, то вот это было бы очень все важно. Но это только еще часть ужасной истории. Мы с вами, значит, рассмотрели взаимодействие отбора и полового размножения в его простейшем аспекте, а именно в аспекте Мендельской сегрегации. Мы рассматриваем тупо один локус, а локусов на самом деле много. И если мы можем рассмотреть один локус, то почему бы нам, собственно говоря, не рассмотреть два локуса? Давайте мы рассмотрим два локуса. Это тем более облегчается тем, что мы с вами уже рассматривали два локуса. Если помните, когда мы доказывали, что LD в следующем поколении равняется текущему LD на единице минус коэффициентной комбинации, я с легкостью марокканской обезьяны вывел уравнение, связывающее частоты аллели, частоты генотипов, извините, не аллели, а уже двухлокусных генотипов в последующих поколениях. И теперь, чтобы насладиться по полной программе, мне остается добавить отбор к этим уравнениям. Правильно, и вот я добавил отбор к этим уравнениям. Значит, вот здесь записаны уравнения Левонтина Кожима для гаплоидного отбора. Их почему-то никто никогда не писал, потому что все бездельники. Написать за гаплоидные фазы легче. Значит, смотрите, вот это то, что было, это уравнение, которое мы вывели, и вывод этого уравнения я очень прошу всех понимать. Вот. А теперь я добавил отбор. То есть я, после того, как они занялись сексом и, значит, перекомбинировали, я его частоту умножил на его приспособленность. Это приспособленность гаплоидной скотины с аллелями А-Большое-Большое. Ну и дальше все делишь на среднюю приспособленность, как обычно. Это гаплоидные версии уравнения Левонтина Кожима. А исходно уравнения Левонтина Кожима были выведены Кимурии в 56-м году. Значит, статья Левонтина Кожима вышла в 60-м году, но те же самые уравнения в 56-м году написал Кимурия. Почему они называются уравнением Левонтина Кожима, это загадка природы, которая никогда решена не будет. Но неважно. Для диплоидного случая там вывод более противный и сложный, но принцип абсолютно тот же самый. А для кафлоида мы просто все это огнем и мечом вывели. Значит, это модель, описывающая взаимодействие двух уже аспектов полового размножения, менделевского расщепления и рекомбинации, с отбором, в самой простой ситуации, когда у меня два диаллельных локуса. Ничего проще, если мы хотим рассматривать рекомбинацию, тоже быть не может. Сколько у меня в этой модели переменных и сколько у меня в этой модели параметров? Ну, это у меня одно уравнение, но такие же уравнения я пишу на... Если помните, здесь у меня плюс к этому ру, а здесь, значит, тоже минус. Четыре частоты, поскольку сумма частот единица, то у меня три параметра. Извините, три переменных. Три переменных. А сколько у меня параметров? У меня четыре коэффициента отбора, правильно? У каждого из этих есть коэффициент отбора, из которых три важны. Три параметра. Сколько параметров? Еще коэффициент отбора комбинации. Так что параметров 3 плюс 1, 4. Это вот в этих вот гоплоидных уравнениях Левонтина Кожимая. А в диплоидных уравнениях... Блин, даже жалко, что сегодня заканчивать, потому что мы только начали заниматься нормальной наукой, это, так сказать, ярдой как-то занимались, но, блин, хорошо. Так, значит, а в диплоидных уравнениях Левонтина Кожимая у меня приспособленности всех диплоидных генотипов работают, то есть вот так. Помните, решетки Пенетри, как они там называются? То есть у меня... Побольшая, большая, маленькая, маленькая и так далее. То есть у меня 9 приспособленностей, из которых важны 8. И тот же коэффициент от комбинации. Это, значит, для гоплоиды, а это для диплоиды. И это ужасно. Вот. Значит, гоплоидную систему Левонтина Кожимая вообще никто не исследовал. И я уже 20 лет точу зубы, чтобы доказать, что в ней не бывает устойчивых полиморфных равновесий. Это очень вероятная гипотеза, но она, срочно говоря, не доказана. Если кто-нибудь из вас имеет родственников, специалистов по динамической теории, докажите, это будет хорошая публикация, как это, в журнал под названием Serial Population Barometer. Я зуб даю. Здесь могут быть полиморфные равновесия, но это все неустойчивые сезла. Как здесь могут быть полиморфные равновесия? Смотрите. Пусть у меня... Вот нарисуем адаптивный ландшафт. Вот мне уже надо рисовать двумерный адаптивный ландшафт, что сложно для моих способностей рисовательных. Блин, давайте вот так вот. Это у меня А маленькое, А большое, Б маленькое, Б большое. И давайте я его так нарисую, значит. Блин. Кто бы мог подумать, что главная задача теоретики – это уметь рисовать адаптивные ландшафты. Во! Это, значит, W, А маленькое, А, Б маленькое, а это W, А большое, Б большое. То есть, если у меня обе буквы маленькие, мне хорошо, и обе буквы большие, мне хорошо, а посредине мне плохо. И тогда у меня фиксация А маленького, А маленького, Б маленького будет устойчива, и А большого, Б большого будет устойчива. И, соответственно, в середине частот аллели будет седло, которое разделяет области притяжения этих двух равновесий. Вот я на 99,9% уверен, что ничего другого в гоплоидных уравнениях, Лимонтина, Кожима нет. Но это, так говоря, не показано. А все тупо изучали диплоидные уравнения, в которых не 4 параметра, а вообще аж 9. Значит, опять-таки, 8 существенных приспособленностей и скорость рекомбинации. И это было ужасно, потому что ее все изучали, 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 и эта система Лимонтина Кожима, такая, значит, вот многомерная, то есть, как это многомерная, простейшая система Лимонтина Кожима на диплоиды, до сих пор полностью не изучена, как в общем и гоплоиды. То есть, вот такая вот программа полного качественного исследования для уравнения Лимонтина Кожима не проведена. Ну и понятно, почему, потому что там не 2 параметра, а 9, и в каждой области 9-мерного пространства надо рисовать не на прямой картинку, а в 3-мерном пространстве. И заблодайше ты это делаешь. То есть, вот видите, как оно получается. Господь Бог очень легко может нас ткнуть, молдой бетонную стенку. Это 2 жалких диплоидных, 2 жалких диалельных локуса. А почему 2 диалельных, а не 18 пятиалельных? Давайте напишем аналог этих уравнений для 18 пятиалельных локусов. И сразу можно в Кащенко отправляться, потому что исследовать это нельзя. И даже вообще непонятно, что значит это исследовать. Но Господь Бог, он хитер, но не злонамерен. И, как говорил великий украинский философ Григорий Сковорода, благодарю тебя Господи, за то, что ты создал все нужное простым, а все сложное ненужным. И это на самом деле очень интересное явление. Действительно, по крайней мере, в теории микроэволюции создается впечатление, что Господь Бог хочет, чтобы мы эту теорию понимали. То есть, очень легко сформулировать в терминах эволюционной генетики формальную проблему, которую просто решить нельзя, но создается впечатление, что эти формальные проблемы никому даром не нужны. И реальность можно описать без них. Это хорошие новости. Плохие новости состоят в том, что у меня впечатление, что функциональной биологии, Господь Бог не хочет, чтобы мы понимали функциональную биологию. И, так сказать, то, как функция белка связана с его структурой, так сказать, понять, в принципе, невозможно. Но, опять-таки, это целиком зависит, так сказать, от произвола мироздания. Если мироздание устроено сложно, то мы его понять просто не можем. Значит, простейшую ситуацию, моделирующую взаимодействие сегрегацией, комбинацией и отбора, до сих пор полностью не изучено и не очень понятно, что значит ее изучить. Но, значит, ее ярусно изучали и кончилось это все в 80-м году, когда Эллен Хейсинс, значит, вот в диплойных уравнениях Левонтия-Докожимы, двухлокостных и двухаллельных, тупо нашел предельный цикл. То есть, там оказалось, что вообще помимо равновесий, там еще может, значит, периодически меняться генетическая структура популяции. И это настолько аморально, что после этого все борются этим заниматься. Аморально, в смысле, что ну какие черты матери предельные циклы при постоянном отборе, это значит, ну он существует в очень-очень маленькой области параметрах, но тем не менее, он реально там существует, предельный цикл. Вот. Еще там много всего по эту модель наизучали, но опять-таки, все эти сложности есть такое замечательное явление, ассоциированное под доминирование. Но, боксим, совсем не то имею, но слуховой осадок заключался в том, что все эти ужасы возникают, есть ли у меня в какой-то форме есть сверхдоминирование. Есть ли у меня в каком-то локусе жизнь устроена так, что всегда независимо от генетического фона, чем больше копий аллеля, скажем, а большое я имею, тем больше мой фитнес, то в этом локусе аллеля большое зафиксируется, и все. То есть, это все извращенные вариации на тему преимущества гетерозы года. Поэтому я так лютой ненавистью ненавижу преимущество гетерозы года, потому что оно очень легко нас полностью уничтожает. И с таким большим взлорадством всем объясняю, что единственный случай преимущества гетерозы года это цикловидно-клеточная анемия, больше его никто не видел, но это вороня, значит, вот есть еще этот комплекс гестовесимости, но в общем таких случаев мало. но тем не менее, и сейчас это вышло из моды, два слова скажу, почему это вышло из моды, это вышло из моды, потому что там, где проходит selective sweep, мы видим провал в уровне генетической изменчивости, а если у меня в каком-то месте два аллеля сосуществуют за счет вот такого балансирующего отбора, мы наоборот увидим бугор в изменчивости, и таких бугоров никто не видит. Так что ученые не верят в распространенность балансирующего отбора, но черт его знает. Так, мы должны двигаться дальше, еще две коротких истории про балансирующий отбор. Значит, помните, я вас убеждал, что используя уравнение эйлера лодки, мы можем приближенно описать популяцию с возрастной структурой, популяции без возрастной структуры, и про все эти ужасы с функциями k от x забыть. Это обычно так, но есть одна ситуация, когда это просто совсем не так. Это ситуация, когда отбор очень быстро меняется во времени, быстро и сильно. Представим себе, что у меня в таком отборе, который фруктурирует во времени, под таким отбором, который фруктурирует во времени, живет популяция без возрастной структуры. Вот какие-нибудь однолетние растения без покорящих семян. И опять-таки один локус, два аллеля, а большое, а маленькое. И значит из поколения в поколение их приспособленности каким-то образом колюблется. Все гоплоидное, бесполое опять. Возвращаемся назад, чтобы все было попроще. Какой аллель победит, у которого средняя приспособленность по времени больше? Какое среднее? Средних бывают три, правильно? Арифметическое, геометрическое, гармоническое. Какое среднее вы выбираете в данном случае? можно понять, что арифметическое не годится? Представьте себе, что у вас вот вы такой аллель, которого обычно приспособленность обалденная, а редко-редко она просто ноль. Там каждый 84-й год у вас приспособленность ноль. Тогда сколько лет вы проживете? Ровно 84. После этого вы сдохнете, и вас больше не будет. И поэтому важно среднее геометрическое. Ну, понятно, потому что сколько будет в н-м поколении зависит от произведения приспособленности во всех предыдущих годах. Вот. Значит, и соответственно такой вот отбор с колеблющимися приспособленностями из года в год, флюктурирующий во времени отбор, не поддерживает изменчивость. популяции без взрослой структуры. А теперь представьте себе то же самое, но эти однолетние растения откладывают, у них есть покоящиеся семена. И отбор широко флюктурирует. В какие-то годы аллеля большая дохнет, а в какие-то годы аллеля маленькая дохнет. Будем считать, что он так флюктурирует, что в какие-то годы какой-то аллель дохнет. Если это происходит без покоящихся семян, то есть без возрастной структуры, то они просто все и вымрут. После года, когда сдоха большого, не будет о большого, а после года, когда сдоха маленький, не будет о маленького. Но если у меня есть покоящиеся семена, то после года, когда сдох о большом, снова, когда в этот год все, кто были о большом, кто пытался вырасти, они все сдохли, но среди покоящихся семен у меня большие остались, они снова поверстут. А потом в какой-то год сдохнут все маленькие, но они тоже снова поверстут. И в результате у меня изменчивость будет поддерживаться всегда. Это явление по-английски очень хорошо назвали migration from the past, то есть миграция из прошлого. Значит, вот в ситуации, когда отбор широко фруктурирует во времени, наличие возрастной структуры качественным образом влияет на динамику популяции. Вместо того, чтобы сдохнуть, популяция продолжает существовать и в ней устойчиво поддерживается полиморфизм. Это такой замечательный динамический феномен, который, я думаю, никакого отношения к реальности не имеет, но, тем не менее, он хороший и, поскольку мы всегда пренебрегаем возрастную структуру, практически всегда, полезно понимать, что есть вот такая ситуация, когда пренебрегать возрастную структуру нельзя. Замечательно. Наконец, самый могучий способ поддержания изменчивости это отбор гетериогенной не во времени, а в пространстве. Представим себе, что вот в этой субпопуляции лучше быть о большем, а в этой лучше быть о маленьком. Тогда, если мы рассматриваем общую популяцию, то вот у меня и будут здесь жить негры, здесь будут жить белые, и все человечество в целом будет полиморфным. Значит, большого ума не требует, но я думаю, что это самый, это единственный такой кошерный, безусловно, имеющий отношение к реальности в случае балансирующего отбора, когда отбор просто гетериогенный в пространстве. Этого никто не отменял. Мы рассматривали с вами случай калмогоровской волны, там отбор предполагался гомогенным по пространству. А здесь просто в одном месте лучше быть о большем, в другом лучше быть о маленьком. Здесь тоже можно писать уравнение типа реакции диффузия, и великий британский ученый Ник Бартон используя эти уравнения понастроил ужасных теорий гибридных зон. Очень частая ситуация, когда вот в городе Базинае, в Киеве Дядько, а между ними гибриды между Базино и Дядько и существуют и форму этих гибридных зон, значит, можно тоже изучать при помощи при помощи диффузионных уравнений. Но там, конечно, никакие не бегущие волны, там возникают некие стационарный фронт, свойства, которые можно изучать. Так, на этом заканчивается все, что я имею рассказать про балансирующий отбор, и поскольку времени у нас никакого не осталось, давайте мы быстро-быстро двинемся к следующей науке, а следующая наша наука это теория слабого отбора. мы рассмотрели положительный отбор, мы рассмотрели отрицательный отбор, мы рассмотрели балансирующий отбор, и сейчас мы рассмотрим слабый отбор, такой, что даже, когда все холели частоты высоки, отбор настолько слаб, что мы должны принимать во внимание дрейф, не только по краям пространства частоты, везде. Значит, это огромная наука, существующая с самого начала эволюционной генетики, но по-настоящему развитая дедушкой Кимура и бабушкой Ота, но мы рассмотрим только один, а только один к ней подход, основанный на прямом уравнении Каммагурга. Это же уравнение физики называют уравнением Фоккера-Планка, в общем, оно такое уважаемое уравнение и действительно оно очень полезное. Вот писали и исследовали. Так, и оно полезное, но работа с вероятностями на самом деле интуитивно трудна, и я пытаюсь это уравнение рассказывать сопоставляя его с интуитивно простым уравнением реакции диффузии, которые мы вчера ярусно изучали. Здесь нужно понимать концепцию вероятностного потока, ну, впрочем, еще сложного тем не это. Это уравнение реакции диффузии, в котором мы наблюдали Калмагоровскую волну. А это диффузионное, прямое диффузионное равнение Калмагорова. Вы переживете, если здесь неизвестная функция будет P, а здесь неизвестная функция будет φ. Я привык, это, привык и так, привык к этому, если я сейчас начну менять значение, то случится все ужасно. Поехали. Невооруженным взглядом видно, что первый член у них очень похожий, и там, и там вторая производная по х. А второй член совершенно разный. Здесь стоит первая производная по х, а здесь никакой производной не стоит. Давайте на эту тему по РСРД. Значит, P это частота аллеля в пространственной координате х и в момент времени t. И эта частота зависит от обмена между соседними популяциями в пространстве, это, значит, миграцием и диффузии, аппроксимируем и того, что происходит локально, растут там частоты аллелей или падают. Это такая вещь полно интуитивная. А φ, которая является неизвестной функцией в прямом уровня Калмогорова, это понятие более хитрое. Наверное, лучший способ об этом думать вот какой. Представляете, да, еще одна хитрость. Значит, мы хотим, мы собираемся изучать дрейф, то есть стахастический процесс. Вот эта вот история, реакция, диффузия, Калмогоровская волна, это абсолютно детерминистская вещь. Мы всеми стахастическими процессами пренебрегали. А сейчас я вам заявил, что собираюсь изучать ситуации, когда отбор слабый, то есть, когда дрейф является существеннейшим фактором. После чего я тупо пишу дифференциальное уравнение, которое детерминистское. Как я могу так делать? чтобы изучать дрейф, я должен осматривать маркерские цепи, и чтобы все там скакало туда-сюда, а тут я пишу детерминистское уравнение. И если бы это дело усекете, а вы его сейчас усекете, когда же вы денете 10 минут целых, то тогда все остальное просто. Что такое ФИ? Представим себе, что у меня не одна копия моей популяции, а много-много, ну миллион копий. И я запускаю все эти копии независимо эволюционировать. И каждый из них эволюционирует в свое удовольствие под действием у меня будет мутационный процесс, дарив и отбор. Половым размножением, слава богу, здесь можно пренебрегать. Вообще, когда люди пишут учебники, они, бездельники, очень часто не описывают подробно, чем они пренебрегают и почему они этим пренебрегают. Это очень важно. И начинающему по этой претензии часто трудно бывает понять. Я много часов сидел и пытался понять, почему же и на каком основании эти бездельники пренебрегают, скажем, возрастной структурой. Почему я вас сейчас и мучил возрастной структурой, долго, потому что по крайней мере это честно. Вот. Значит, у меня есть много-много копий моей популяции, которые независимо эволюционируют под действием мутационного процесса отбора и дрейфа. Дальше я это дело запущу на миллиард поколений, а потом пойду и задаю следующим вопросом. Как мои миллионы популяции будут распределены по частоте? Значит, φ это плотность вероятности частоты. Х у меня это частота аллеля здесь, она распределена от нуля до единицы и, например, я пойду и увижу, что у меня в какой-то момент времени этот самый φ от х в т равном т нулевое в какой-то момент. вот такое вот у-образное. То есть среди моих многих-многих популяций большая часть либо имеет частоту это частота аллеля большого. Ситуация та же самая. Один локус с двумя аллелями. Либо малое близко к фиксации, а большое близко к потере, либо большое близко к фиксации. Или, например, я могу увидеть противоположную ситуацию. Предположим, что у меня в популяции действует отбор в пользу гетерзигот, но еще действует мутационный процесс, который мешает случайно зафиксироваться, не позволяет никому случайно зафиксироваться, и еще действует дариф, который немножко это дело разбалтывает. Если бы у меня было только преимущество гетерзигота, у меня бы вся плотность была сосредоточена где-то посередине, в одной точке. Ученое слово здесь дельта-функция, когда в одной точке сосредоточена конечная масса или даже вся плотность вероятности, а при наличии мутации дарифа она будет как-то размазана. Или может быть даже у меня равномерное испределение, черное какое. Значит, φ это распределение большого числа копий моей популяции по частоте моего аллеля. И либо альтернативно я могу думать про одну популяцию, которую я наблюдаю много-много раз через такие большие интервалы времени, что все эти наблюдения независимы. Ну, так сказать, как это у меня же времени бесконечно много, я взял мою популяцию, запустил, через миллиард лет пришел, померил мне частоту аллеля, потом через миллиард лет снова пришел. И сделавши много-много таких измерений, получаю φ для этой популяции. Это альтернативный способ об этом думать. Но ключевой момент заключается в том, что поскольку φ это плотность вероятности, то нет никакого жульничества в том, что я на плотность вероятности пишу детерминистское уравнение в частных производных, хотя моя цель изучать случайный дариф. Уже клеят этот момент. Это единственное, что здесь принципиально важно. И часто это плохо объясняют, я долго этого не понимал. Значит, φ это уравнение на плотность вероятности на вероятность того, что в популяции мы увидим данную частоту аллеля. А, пожалуй, дальше все очень просто. Не буду я вам компостировать мозги за умом, потому что на интуитивном уровне все очень просто дальше. Значит, смотрите, вот этот вот член это абсолютно то же самое, что крокодилы, мигрирующие между соседними популяциями в реке. Значит, популяция из моего большого-большого ансамбля может поменять свою частоту аллеля. То есть, нарисуем вместо крокодилов в реке мы нарисуем популяции с частотами аллелей. И популяция с данной частотой аллеля может сдрифовать, значит, не физически меняя свое положение, а частота аллеля может сдрифовать вправо или влево. И считая, что она дрейфует ненаправленно, мы получаем ровно те же аргументы, которые мы использовали для описания дрейфа крокодилов. И это описывается вот этой вот штукой. но есть разница. Видите, здесь я дифференцирую только P, а здесь я дифференцирую φ умножить на какую-то хреновину. Это, знаете, почему возникает? Это возникает потому, что мы предполагали, что крокодилы везде мегрируют влево-вправо с одинаковой скоростью, а здесь у меня дрейф происходит с разной интенсивностью по зависимости от частоты аллеля. Собственно, давайте я прямо сейчас и напишу. Значит, вот эта вот V, она, к сожалению, зависит от х, поэтому я должен написать здесь. В простейшей ситуации V это будет х на единицу минус х поделить на 2 то есть по краям дрейф частоты медленной, по краям, когда частота очень маленькая или очень большая, а в середине значит больше. Откуда берется этот х на единицу минус х? В Райт-Фишерской популяции в следующем поколении у меня имеет место биномиальная выборка и соответственно распределение числа копий аллеля дисперсия биномиального распределения будет х поделить на х единице минус х умножить на 2 на е. Популяция считается диплойтным. Это число копий, которые варьируют от 0 до 2 на е. А если нас интересует частота аллеля, то значит дисперсия в квадрат раз уменьшится и поэтому в термин чистоты аллеля здесь 2 на е будет знаменатель. Значит вот этот термин v это аналог член v это аналог миграции крикодилов только значит это дрейф чистоты и его приходится совать под дифференцирование поскольку он зависит от икса а зависит от икса из-за свойств случайного дрейфа. Могло бы быть и здесь такое мы можем считать что в устье реки и в истоках реки крикодилы миграют медленно а в середине миграют быстро и тогда бы нам этот m зависел от икса его тоже пришлось бы засунуть сюда. Так что эти два члена полностью аналогичны. Теперь за 5 минут я успею. Теперь вот этот вот член изменения частоты аллеля локальная он не имеет никакого аналога в плотности вероятности его здесь просто нет. Поскольку все что у меня может происходить с моими популяциями они у меня не размножаются они у меня только переходят из одного класса частоты в другую. Поэтому этого члена в диффузионном уравнении которые описывают распределение моих копий моей популяции по частоте аллеля такого члена нету не имеет никакого физического смысла. А что это такое? Представим себе что мои крокодилы плохо плавают а в реке сильное сильное течение тогда будет происходить еще снос крокодилов то есть крокодилы не только будут болтаться во все стороны случайно а в основном их будет нести из верховья вниз и мы запросто могли бы предположить такое но мы этого не предполагали мы считали что у нас сильные мощные крокодилы которые ходят вправо влево и на течение плюют а здесь вполне может быть член сноса такого систематического например если действует отбор который если действует отбор который давит на частоту аллеля скажем двигая ее вверх то есть есть тенденция популяции имеющей данную частоту в следующий момент перейти в класс с более высокой частотой и вот этот член здесь и записан значит такой значит в это случайные ненаправленные изменения частоты аллеля популяции а м это член описывающий направленные изменения частоты аллеля почему здесь минус ну понятно почему здесь минус представим себе значит что представим что есть систематическое давление увеличивающая частоту аллеля в популяции тогда в такой ситуации такой ситуации здесь станет меньше потому что это уйдет сюда и это не будет компенсировано приходом отсюда потому что здесь меньше значит систематическое давление вверх приводит к уменьшению поэтому здесь минус и здесь работает никакая не вторая производная первая когда они не направленно ходят туда-сюда то если вот так вот все линейно то приход обмен вот этот и обмен вот этот друг друга полностью компенсируют а когда речь идет о систематическом давлении то ничего не происходит только если у меня везде поровно надо чтобы было плоское а то есть нужна не вторая производная первая поэтому здесь стоит первая производная чтобы вас окончательно запутать бездельники физики когда они рассматривают такой член сноса они его называют дарифом мы называем дарифом вторую производную а физики называют дарифом первую производную но вы физику знать не должны если вы знали это вы немедленно забудьте потому что иначе вы совсем сверст вот значит тем самым у меня нет никакого рождения гибели популяции а есть только перераспределение моих копий популяции между разными классами частоты и это перераспределение зависит от случайных изменений частоты и здесь важна вторая производная распределение по частотам и от систематических это как это random changes this is systematic pressure и от систематических и здесь важна первая производная и вот этот член мог бы быть и в крокодилах но мы его не учитывали так это я на уровне как это здорового смысла попытался рассказать как устроено прямое равнение колмогов это это помогает или мешает понятно более-менее значит в книжке кимурию которую все желающие могут скачать у меня в восьмой главе все это сладострастно выводится дедушкой кимурию в терминах предельных переходов репсилон дельта окрестностей если вы любите такого рода кошмары то вы благоволите скачать у меня книжку кимурию и посмотреть на эпсилон дельты которые там значит на эту тему написаны но опять-таки если вы усекли концепцию если вы усекли концепцию плотности вероятности и понимаете что мы можем моделировать случайный процесс написавший детерминистское уравнение на динамику этой плотности вероятности и думать об этом как о большом ансамбле независимо случайно эволюционирующих популяций этот ансамбль в целом ведется детерминистски вследствие закона больших чисел еще один способ понимать это дело то тогда это уравнение мистически не выглядит хорошо значит тогда сейчас мы делаем перерыв до 12-45 в Продолжение следует...